И у нас тема интуиция. И сегодня, вот за эту неделю, как раз услышала три запроса, когда были сформулированы вопросы по непониманию вообще того, что мы делали раньше. То есть вот контракты вроде известны, вроде бы уже даже пробовали, медитировали, вроде работает, да. А с другой стороны, всё-таки, когда выходишь из вот этих состояний, потом не помнишь, что делал, как делал и зачем делал. На самом деле, если не будет знания и понимания принципа действия всей системы, то оно как бы, ну как будто фундамент у дома разрушается. И потом у человека начинаются сомнения, сомнения способны разрушить вообще всё, что угодно. То есть всё равно нужна какая-то концепция, на которой будет базироваться ваша работа в изменённом состоянии сознания. Вот та концепция, которую я вам сейчас предложу, она не базируется на чьих-то теориях. Можно сказать, что это сборка со всех теорий, она базируется на моём трансперсональном опыте из тех наблюдений, которые я видел и которые я в дальнейшем использовала для практической работы. Понимаете, вы можете создать свою концепцию. Потому что вот есть концепции, где есть там высшее я. В моей концепции высшего я нет. И это не значит, что чья-то концепция лучше, чья-то концепция хуже. Важен тот, у кого есть она, и она для него важна, она у него работает. Вы можете создать 10 своих, потому что это будет базироваться на вашем восприятии. То есть у вас будут какие-то свои каналы доминирующие. У кого-то идеальные, у кого-то визуальные, у кого-то придут такие мысли, у кого-то такие. То есть у каждого бессознательное выбросить свою какую-то песню, и вы на неё будете, на эту опору, опираться. На то, как вы будете идти вперёд. Есть ключевые моменты, на которые сегодня я хочу просто даже с наглядностью, не хотела никогда рисовать вот эти темы и в какие-то образы предлагать. Но, смотрите, то, что действительно важно знать и важно понимать. Есть человек, да? У человека есть внешний мир, да? И есть внутренний мир. Есть объективная реальность и субъективная реальность. Объективная реальность — это то, к чему мы привыкли с детства. Этот мир существует вне нас, вне нашего сознания, вне наших знаний о нём. То есть мы пришли сюда и изучаем этот мир вне. И таким образом внимание человека и его точка баланса вовлекается во внешний мир. То есть у человека создаётся, он работает, например, создаётся какая-то напряжённая ситуация на работе. Если человек эмоционально отключается, его точка баланса сдвигается наружу, в объективную реальность. Он выходит из себя. Вот эта вот часть, когда человек вышел из себя, объективный вариант, да, наружный мир, это одна тема. Вот в этом наружном мире здесь уже не будет работать у человека интуиция. И пока человек вовлечён в какую-то игру, все тренировки типа картишек, кубиков и так далее, они не будут иметь того эффекта, который они будут иметь, когда человек сместится в свой внутренний мир. Что такое смещение во внутренний мир? Смещение во внутренний мир – это когда ритм мозга снижается, человек погружается в себя, тело расслабляется. Человек идёт от наружного макрокосма, да, в свой микрокосм, к своим наклеточным уровням, к своему свету, к себе. Этот мир более высокочастотный. Потому что когда мы идём к своему внутреннему свету, действительно и вибрация повышается, и вы слышите себя значительно лучше, и сердцебиение вы слышите, и вплоть до того, какие процессы у вас происходят в физическом теле. Вы смещаетесь вовнутрь к себе. И вот когда вы смещаетесь вовнутрь к себе, вам значительно легче уже слышать голос интуиции. Во-первых, он там проявляется, во-вторых, все сигналы, которые он даёт, да, они уже объективны, они уже рабочие, вы их можете использовать в жизни. Поэтому когда мы сейчас будем говорить о интуиции, мы будем всё время разделять. Одна часть у нас смещения вовнутрь, одна часть смещения наружу. Вот когда человек смещается наружу, да, вовлекается в какую-то игру, есть варианты, как попасть вовнутрь. То есть если человек осознаёт, что он сместился. Есть варианты, когда человек не осознаёт и не может принципиально вернуться к себе назад, да, тогда ему нужна помощь психотерапевта, либо ему надо сходить в церковь, либо ему надо помедитировать, разобраться с собой. Вариантов на самом деле помощи самому себе и возвращения вот в это состояние к себе, возвращения точки баланса в себя, очень много. Из радикальных вариантов, которые мне нравятся, две крайности, которые очень эффективно работают, да, это либо поплакать, либо посмеяться, да, и при этом что-то проработать. Что проработать? Проработать то, что выдёргивает наружу, то, что болит. Ведь если вы вовлекаете, значит, есть какая-то программа, которая заставляет вас вовлекаться в эту игру. Как проработать эту программу? Если вам нравится поплакать, то очень хорошо подходят вертикальные прощения. Уже сколько раз отрабатывали на клубе? Вот просто классно! Вы поплакали над листиком бумажки, вывели эмоцию наружу, бумажку сожгли, энергию вернули, и вы в балансе, да? Проходит хорошо. Есть люди, которые пять раз делали поплакать и говорят, не плачутся, не прощаются, да, пустить не могут. Возможно, им надо посмеяться. Если им надо посмеяться, да, то тогда очень хорошо точку баланса возвращает Гуранков. Ну, волшебники Симарон. Центральное направление, которое в своё время было создано, и достаточно тоже неплохо возвращает назад. За счёт чего возвращает назад? Дело в том, что вот здесь, когда вы уходите вовне, у каждого человека работает программа ума. Так вот, наш ум, он выполняет всего две задачи. Вот когда точка баланса смещается наружу, вот здесь, задача ума – вовлечь в игру. По сути дела, благодаря этой программе и выдвигается точка баланса наружу. Но когда вы идёте вовнутрь, задача ума уже на этом уровне идёт до шифрации информации. Всего две функции. В зависимости от того, где ваша точка сборки, та функция и работает. Я сейчас стараюсь объяснить всё максимально-максимально просто, чтобы вот в активном состоянии вы вот это догнали и никогда не забывали. Просто это принцип действия, да, оно вот так работает. Если вы пошли наружу, всё, ум вас развёл. Вот это называется разводок, он вас вовлекает в игру. Работает вот эта функция. Здесь функции дешифрации быть не может. Функция дешифрации там выключена. То есть наша интуиция – это те сигналы, которые дешифровал наш ум в изменённом состоянии сознания. Вот здесь её быть не может. И все попытки тренировать, когда мы вовлечены в игру. Я вот обиделась на маму или там на начальника, мне плохо, меня несёт, да. И я сажусь кидать кубики, тренируюсь. Почему у меня не получается? Почему я не угадываю карты, ещё что-то? Это не значит, что не надо тренироваться. На самом деле в этих состояниях тоже можно тренироваться, только результаты будут другие. Например, если вы вот в этих состояниях, когда вы вышли наружу, начинаете тренироваться, вот есть такие чёрно-белые карты, нарбековские, старые карты. И вы начнёте тренировать чёрное-белое, где какая, да, перебираете, раз, перебираете, два, двадцатые, тридцатые, белое, чёрное, белое, чёрное. В какой-то момент выдаёте практически стопроцентный результат. Вот в этом состоянии. За счёт чего, как вы думаете? Активно. За счёт активных ощущений. То есть у нас тогда перекрывается другой канал восприятия, тот, который внешне будет работать, да, и наша кожа начинает выдавать результат. И это совсем не кожное зрение, это просто расширение таксильной чувствительности нашей. И это помогает вернуться, вернуть, сдвинуть точку баланса назад, да, то есть чем больше мы работаем на своих ощущениях, тем больше мы возвращаемся вовнутрь. Это может нас успокаивать. Но видите ли, проблема вовлечённости в игру, она не решена. То есть она не выключена. Человеку надо изъять осознание, зачем эта игра, и принять осознанное решение. Играя или не игра, и тогда он возвращается. То есть всё равно дело доделает до конца НАТО. И как только человек назад сместился, всё, тогда вот эти вот игры уже воспринимаются по-другому, да. Ну вот самая-самая простая схема, как это всё действует. Когда человек сместился уже в себя, да, когда человек спокоен, принял внешний мир, принял себя от большего, и у него наступает уже, отслеживается состояние, он способен следить за своим состоянием, и его уже эта жизнь начинает радовать. Вот в этих состояниях у человека начинает включаться, начинает трансовать и углубляться в себя. Вот здесь начинается съём информации. И вот здесь очень интересные вещи происходят. То есть та информация, чем лучше вы углубляете себя, та информация, которая приходит, она приходит практически вся стопроцентно нужная и верная для вас, да. Другой момент, что зачастую она приходит в том виде, который вы понять не можете. То есть могут накрывать какие-то образы, которые, ну, непонятны сразу, да. Наша бессознательная пытается общаться с нами через какую-то символьную систему, которую мы для себя не можем расшифровать. И тут же самое, те же самые сны, да. Вы начинаете с ней те яркие сны, просыпаетесь, и вы не понимаете к чему. Если вы записали сразу сон, то вы его не забудете. Вы потом его как-то интерпретируете, вспомните. Если не записали, вы его забудете. И вот в таких случаях очень важно, чтобы вы сами наработали символьную систему общения с бессознательными. Потому что те, у кого особенно образами приходит информация, чем больше вглубь, тем меньше будет непонятной информации. Она будет заменяться вплоть до знаний, когда вы просто знаете, и все. Да, и тогда вот эта символьная система, она как бы отходит. Но на этапах более поверхностных символьная система, потому что визуальный канал у нас доминирует, и очень много что приходит по нему. И те же самые сны, какие-то раскладки. Вы потом понимаете, что вот приснил там кошку, да, а это к деньгам. Или там еще что-то, еще что-то. И у вас это будет, причем у каждого будет своя наработка. Причем если вы займетесь этой темой серьезно, иначе это уже процесс самоисследования. Если вы займетесь самоисследованием, то вы у себя поставите галочки, что у вас, что значит. И потом повторно при поступлении информации, вы уже будете знать эту информацию достаточно четко и наверняка. И видите, как получается, что практически у каждого будет своя символьная система. Будут какие-то точки, пересекающиеся, из пересекающихся вещей, которые очень у многих проявляются. Например, если выходит там крест, это значит нет отказа от чего-то. Люди в черном, это как правило к новому делу или к бизнесу. Добрый вечер. Опять-таки, если человек приходит информация, там попадает в какую-то большую кучу дерьма, то, как правило, приходит ему много денег. Ну вот это из того, что я встречала не только у себя, но и у людей, где-то есть моменты пересекающиеся общие. А есть информация такая противоречивая, у меня это значит одно, а у нее это значит другое. То есть вот на определенном этапе углубления, самоисследование, самонаблюдение, вот эти вещи имеет смысл отмечать. И чем больше вы углубляетесь в себя, в какие-то моменты иногда вы сталкиваетесь с тем, что у вас всплывают эпизоды из вашей жизни, и почему-то вы вроде бы расслабляете тело, а этот эпизод не позволяет еще больше углубиться. И вот на пути вот здесь, на углубление в себя, зачастую встают неизъятые осознания и блоки, там, где скопилась энергия, и вы пройти вовнутрь не можете. Вот этот блок по дороге, если вы забиваете, его имеет смысл отработать сразу. Чем больше вы отработаете сразу, тем лучше. Что делать, когда вы встречаетесь с воспоминанием плавающим, которое не дает вам углубиться? Первый вопрос, который имеет смысл задать себе, это зачем? Зачем тебе?